Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, канале, на котором вас всегда ждут свежие обзоры на любую технику, которая появляется на продаже. И на продажу выставили две ПТХи 8 уровня, ТС-5 и ИСУ-130. За набор хотят 11 тысяч голды. Я лично считаю, что набор не сильно интересный. Почему? Сейчас попытаюсь обосновать. Давайте сначала обсудим вопрос покупки по отдельности. 7,5 тысяч как за одну, так и за другую ПТХу вроде бы для восьмерки-то и неплохо, но по большому счету и та, и другая восьмерка не блещут, и я бы не сказал, что являются самыми крутыми тачками на уровне среди ПТшек. Ну, здесь можно, конечно, добавить в плюс то, что здесь открытое оборудование и все, и поможет сэкономить в районе 2-2,5 миллионов серебра, но все же, стоит ли из этого покупать данные машины по отдельности, я лично не уверен. Ну, а в отношении набора, мне кажется, здесь все очень просто. Две машины, 11 тысяч, 5,5 тысяч за каждую тачку, при этом вы получаете легендарный внешний вид на ТС-5 Бизон, и я бы не сказал, что он действительно там как-то очень круто смотрится, ну хоть как-то. Ну, а в отношении ИСУ-130 очень сильно обидно, что до сих пор на данную машину, которая много лет есть в игре, так и не придумали какого-то легендарного внешнего вида, поэтому дали лесную тень, которая смотрится исторично, правдоподобно, но ничем в глаза не бросается. И я не могу сказать, что действительно есть за что глазу зацепиться. Почему я не считаю этот набор интересным? Потому что для меня лично было бы гораздо интереснее, если бы в наборах были танки разного типа. Ну, допустим, там тяжелые танки ПТ-шка, или легкие танки, средний танк. Ну, то есть, чтобы можно было купить себе две машины с разным геймплеем, а здесь геймплей практически одинаковый. Вам положили сюда X5 в количестве 20 штук на каждую из этих машин? Да, сможете реализовать их, но не настолько круто, как хотелось бы. Опять-таки, открытое все оборудование, два слота в ангаре и, как мне кажется, абсолютно неинтересный и ненужный аватар. Вот и весь, простите, набор. И за все это просят 11 тысяч. По большому счету, лучше этих 11 тысяч отложить куда-нибудь в копилку и подождать, пока не появится на продаже какой-нибудь более интересный наборчик. В чем разница и в чем машины похожи? Значит, разница заключается, в первую очередь, в бронировании, потому что, если ТС, это хорошо забронированная ПТ-ха, которая круто держит лбом удар, здесь есть крутая броня сама по себе, да и плюс крутая приведенная броня, потому что вся машина зализана. Ну, а в отношении нижнего бронелиста, здесь очень крутая приведенная броня, и пробивать машину действительно сложновато. То, по сравнению с ТС, ИСушка не обладает вообще никакой броней, это тупо из картонных коробок сослепленный корпус, который пробивается всеми везде, можно даже не выцеливать. Также стоит отметить, что машины разнятся очень сильно по скорости движения. У ТС-5 скорость движения прям совсем на уровне Плинтуса находится 26 км вперед, ну а в отношении ИСушки целых 43 км вперед, то есть на ИСУ получается более бодрый геймплей, и ты более быстро занимаешь позиции и чаще приезжаешь туда, куда тебе нужно, в то время, когда ты там действительно необходим. По орудию, казалось бы, одинаковое, потому что очень похож ДПМ, разница всего в 10 единиц, в пользу ТС-5, но это незаметно абсолютно. А вот в отношении всего остального разница колоссальная. Если говорить про ТС, то это более скорострельное орудие с меньшей альфой на 400 единиц. Ну и реализовать данную альфу гораздо проще, потому что даже если к вам в лоб приехали, вы хотя бы пожить можете. А у ИСУ-130, да, вы даете довольно некислую плюху на 460, но при этом всем перезаряжаетесь практически 9 секунд, пробитие имеете на 10, а то и более миллиметров меньше, нежели у ТС-ки, и при этом всем, как я уже говорил, не обладаете живучестью, поэтому постоять за себя будет гораздо сложнее, нежели на ТС-5. В отношении всех остальных моментов машины очень между собой похожи по геймплею, и в целом и ту и другую можно использовать для кустарной игры, а точнее многие из них для этого и предназначены, я имею в виду ПТ-шки. В целом, и в отношении ТС-5 все-таки комфортнее играется на средних и дальних расстояниях, исходя из скорости полета снаряда. Здесь у нас более тысячи, и ты действительно можешь не давать какого-то существенного упреждения и более гарантированно выцеливать своих соперников, которые находятся в движении на средних и дальних расстояниях. А вот в отношении ИСУ-130 немножечко печалька, потому что 870 не дают возможности нормально выцелить соперника, который хоть как-то движется на дальнем расстоянии, и по большому счету можешь реализовать свои 460 единиц альфы только лишь в случае, если ваш соперник прям совсем стоит как вкопанный на месте и не собирается никуда отъезжать. Я не могу сказать, что какая-то из этих ПТ-шек прям сильно бросается мне в глаза, а точнее даже не внешним видом, а своими потенциальными возможностями, и на уровне действительно есть более интересные машины. Давайте выкатим ТС-5 для того, чтобы посмотреть на что он способен, а в следующем видосе выкатим ИСУ-130, чтобы посмотреть возможности этой ПТ-шки. Ну что, ребят, перед тем, как поедем, как обычно, обсудим кратенько ТТХ по орудию, стоя в ангаре, с учетом установленного оборудования, имеем следующее. Время сведения, несмотря на то, что улучшал этот показатель в двух слотах, получаем в 4 секунды, и это все-таки долговато. 0,350 разброса, тоже далеко не самый лучший показатель, но на ближних и средних расстояниях играется вполне нормально. Урон в минуту 3000 с копейками, его действительно можно реализовать, потому что машина живучая, машина сложно пробиваемая вашими соперниками. Время перезарядки, с учетом того, что в оборудовании установлено на досылатель, составляет 7,8. Ну, в целом, окей, играть можно довольно-таки неплохо. Неплохое пробитие в 258 мм, 4 соединения с эльфой, как я показывал вам в таблице, и несущественное минус 5 угол склонения. Кстати, у ИСУ-шки угол склонения составляет минус 6, поэтому разницы особой вы не почувствуете. Ну что, берем теперь ТС-очку и погнали покатаемся. Ну что, ребят, поехали. Обидно только, что зашел в режимный бой. К сожалению, будем играть в возрождение, или выживание, будем играть. Не сильно, конечно, приемлемый тип боя для того, чтобы заценивать тачку, но, как вы знаете, я снимаю все исключительно с первого захода. Никогда ничего не вырезаю. Будем тестить так, как будем тестить. Да и в целом, на ТС-ку у меня есть абсолютно честный обзор на канале. Можете зайти посмотреть, и в целом все поймете. Там уже будут рандомные бои, и, я бы сказал, более справедливый зацен машины. Как вы видели, несколько непробитий я получил, и, по большому счету, я этому не удивлен, потому что тачка действительно танкует, и броня у нее есть. В отношении времени сведения, как вы видели, 4 секунды дают о себе знать. Не сильно приятно, и мне лично не нравится абсолютно. Мне бы хотелось, чтобы орудие сводилось как-то немножечко все-таки да побыстрее. Мне бы хотелось, чтобы я успевал выцеливать соперников до того, как они успевают выцеливать все-таки присутствующие у меня серые зоны. В отношении урона, в целом приемлемо, 400 единиц среднего. Я бы не сказал, что прям заоблачно, но радует. Есть ПТ-хи, которые дают и поменьше. В отношении подвижности, не могу сказать, что данный бой является показательным, по одной простой причине, потому что движемся мы здесь все-таки немножечко быстрее, нежели в обычных боях, а в обычных боях, поверьте мне, радоваться особо нечему. Она очень тяжело тянется, не сильно приятно передвигается, и я бы сказал, что это ПТ-шка одного направления. Вообще, ТС-ка это такой танчик, точнее ПТ-ха, на котором вы сначала зажидаете, выжидаете подсветка, господи, как я заговариваюсь-то, выжидаете подсветка от своих союзников, выгорелся наконец-то. Начинаете работать по ним, а потом уже вы будете играть как ПТ-ха для прорыва, для того, чтобы додавливать оставшихся соперников. Почему в выборе между ТС и ИСУ я бы лично склонился к выбору именно ТС-ки? Да, потому что у ИСУ-хи есть практически точно такая же сеструлька среди проходных машин в лице ИСУ-152. И исходя из этого, покупать себе премиумную тачку, которая по геймплею, по возможностям практически ничем не отличается от проходной версии, я лично смысла никакого не вижу. Я все-таки за то, чтобы премиумные танки отличались от своих проходных версий каких-то, ну или не имели вообще проходной версии по большому счету. Тогда гораздо интереснее. И вот как раз в отношении ТС-ки проходной версии у нее нет. Она одна такая и в целом именно этим может вас порадовать, потому что геймплей будет предоставлять вам чего-нибудь новенького и интересненького. Ну а в отношении ИСУ все-таки тачка, которая имеет клон на уровне среди проходных машин, как мне кажется, малоинтересна. Да, она отличается в некоторых вещах от проходной версии, но в то же время я не могу сказать, что прям настолько, чтобы из-за этого ее покупать. Ну максимум может ради фарма, если вам нравится играть на ИСУ-152, и при этом всем вы готовы заплатить голды для того, чтобы больше получать серебра по результатам боя. Ну что, поехали. Двое осталось. Не знаю, хватит меня или нет на то, чтобы выжить, но даже если не хватит, ничего страшного. Так, сводимся. Но вот это вот сведение, ребят, хоронит машину очень часто. И именно поэтому я бы сказал, что основным, основным минусом по данной ПТ-хе является не так. Даже ее подвижность, как как раз время сведения, которое очень часто подводит, и ты просто физически не успеваешь свестись до того момента, пока соперник выцеливает тебя и, соответственно, сделает выстрел, который для тебя, как в моем случае, может оказаться для тебя фатальным и отправит тебя отдыхать в ангар. В целом ТС-ка не сильно веселая ПТ-шка, особого какого-то адреналинового геймплея не предоставляет. Сейчас динамики, как таковой, в игре у тебя нет. Ты крайне спокойно и монотонно играешь. В целом можно периодически на ней заехать именно тогда, когда настроение подходящее, когда ты никуда не торопишься и хочешь играть максимально тихо и спокойно, где-нибудь находясь сначала вдалеке, а потом уже ехать добивать остатки. В отношении результативности. Можно набивать урон, можно выходить с неплохими результатами по серебру, и в целом ТС-ка довольно-таки результативная ПТ-ха. Я не могу сказать, что она не радует, но сказать, чтобы она прям действительно звезды с неба снимала, абсолютно нет. За этот бой получаю 49 700 с учетом прям аккаунта активированного. Ну и в отношении результатов по команде, я не думаю, что я там прям совсем как-то блеснул. Явно есть ребята, которые накидали урона больше, чем я, но и задних в целом не по сумму. Третье место в команде по урону. Ну тоже, ребят, заценивать по результатам боя в режимном бое, ну как-то не совсем справедливо по отношению к машине. Хотите посмотреть на рандомные бои на данной тачке, переходите по ссылке, которую я добавил в описании, и там все увидите. Заодно услышите дополнительную информацию о данной ПТ-хе. Покупать набор или не покупать, безусловно, решать вам. Но я, честно говоря, не вижу в этом наборе действительно какого-то крутого потенциала к приобретению для тех ребят, у которых, допустим, мало премиумных машин. Я бы рекомендовал подождать все-таки машин каких-нибудь других, в частности наборов, в которых будут все-таки разные танки, которые предоставят вам разные ощущения в боях. Пошел снимать следующее видео в отношении СУ-130, а вам искренне желаю мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok